Девушки отдыхают Это набор из трех машин, которые, я бы сказал, условно приятны по цене, но вопрос только в том, а нужны ли они вам. Сразу три легких танка, два танка седьмого уровня и один танк восьмого. При этом всем за 12 тысяч вы получаете два легендарных внешних вида и один внешний вид, который прямого отношения, в частности к АМХ-1357, не имеет вообще. И, честно говоря, если говорить о внешнем виде машины, то я не могу сказать, что данный внешний вид подходит к АМХ. Мне, честно, гораздо больше нравится его обычный внешний вид, который действительно сопоставим с тематикой французских танков и, ну, не знаю, смотрится как-то немножко серьезней. В отношении легендарных внешних видов на ЛИК-ПЗ М41Д, то здесь, ребят, да, красиво, строго, со вкусом, никаких излишеств и машине подходит. Да и голды стоят немало. Ну, а в отношении внешнего вида на М41Д, то здесь у нас, ребят, тоже ничего интересного. Можно и без него вполне спокойно обойтись и я, в принципе, без него и обхожусь. В отношении аватара никакой цены он не имеет, как мне кажется, поэтому на него даже внимания не обращаем. А открытое все оборудование на восьмерке поможет сэкономить 2,5 миллиона серебром и в районе 2 лямов серебра на 2 семерочках. Того получается где-то в районе 4,5-5 миллионов серебра экономим для того, чтобы не открывать за свой счет. В целом, неплохо. В отношении того, можно ли купить машины по отдельности, да, можно. Вы можете взять себе лик КПЗ-41 90 миллиметров за 7,5 тысячи. Я считаю, что для данной машины, но это очень дорого. По факту, танк стоит где-то тысяч 6, 6,5 в голом состоянии. Это в лучшем случае. И то только для любителей игры именно на легких танках. Любители тяжей и ПТшек явно не будут получать массу удовольствия от игры на данном танке. В отношении покупки семерок, по отдельности покупать их не получится, потому что они есть только в составе мини-наборчика за 8,5 тысяч. И усредненно танк будет стоить вам 4,250, что тоже считаю дорого. В отношении АМХ 1357, я бы сказал, что он стоит где-то 3,5 тысячи. Ну, пускай 3,750 и то же самое касается М41Д. 4 тысячи голды, но это прям совсем с натяжкой. Но это условная экономия. И в целом, если вы любитель легких танков, то за 8,5 с учетом того, что здесь есть открытое оборудование, легендарный внешний вид и пускай хоть какой-нибудь, но все-таки внешний вид на АМХ, то окей, можно тоже в принципе брать. Но повторюсь еще раз, только если вы любитель легких танков. В отношении легендарных внешних видов. У меня нет легендарного внешнего вида на М41 90 мм. И этот легендарный внешний вид, который лежит в составе набора, стоит целых 1450 золота. Это очень дорого, как для танчика, ну, не знаю, который не сильно преображается. Да, безусловно, ему подходит, но все же 1450. По М41Д ценник тоже есть, не такой кусающийся, но все равно не сильно приятный для золотой копилки. 950 голды и за что, честно говоря, я не понимаю, потому что здесь, ну, уж прям совсем нечему удивлять и глазу зацепиться не за что. А в отношении АМХ на него просто нет легендарного внешнего вида, поэтому уложат вот эту вот приблуду. А по факту, я бы сказал, что машина без легендарного внешнего вида смотрится гораздо лучше. В общем, так у меня оно все и стоит, и я не гоняюсь ни за одним из легендарных внешних видов. Что могу сказать про танчики? Как я уже сказал, для любителей легких танков, АМХ 1357 обладает очень бодрым, классным барабаном. Здесь у нас время перезарядки между снарядами всего лишь 1 секунда. Ну, короче говоря, такой себе пулемет. И при этом всем целых 6 снарядов в магазине, да, со средним уроном в 90, но раскидываешь ты реально довольно неплохо. А время перезарядки магазина в целом крайне приятное, всего лишь 9,4 секунды. При этом всем имеете, несмотря на то, что это барабан, ну, в край. В край удобное сведение в 2,9 секунды, то есть неполные 3, и разброс, который, опять-таки, для барабанного орудия очень приятный и приемливый. 0,312. В отношении ДПМа, как я уже сказал, рукастый танкист сможет реализовать данный ДПМ. Машина не терпит того, чтобы стоять на месте, потому что является полным картоном, и, понятное дело, ее будут очень бодро разбирать. Стоит также отметить, что, несмотря на то, что угол станения орудия вниз вроде бы всего лишь минус 7, но на неровностях играется вполне себе комфортно. А по подвижности машина очень даже приятная. 61 километр вперед и 23 назад, что позволяет и практически всегда вовремя назад откатиться, и при этом всем дать на педаль газа и свалить куда-нибудь в закат, для того, чтобы вас не догнали вражеские снаряды. В отношении М41Д. Здесь, ребят, у нас довольно-таки тоже приятное орудие. Да, по времени сведения хуже, чем у АМХ, но разницы практически не почувствуете. Здесь у нас 3,3 секунды, при этом разброс тоже является вполне себе приемлемым. Тоже очень скорострельное орудие, но является цикличным орудием и имеет время перезарядки, грубо говоря, в 3,5 секунды. Ну, играя, вы, в принципе, не замечаете за тем, как вы перезаряжаетесь. Я, по крайней мере, не обращаю на этот процесс абсолютно никакого внимания и практически постоянно готов накидывать урон. Причем для своего седьмого уровня урон не сильно большой, 170 единиц, но учитывая скорострельность, ваш ДПМ подходит к 2800, что является очень крутым показателем на седьмом уровне, да и на восьмом, честно говоря, тоже. А вот проблема есть с пробитием. Пробитие 160 миллиметров, и если вы играете против семерок, то еще скрипя зубами, вы можете как-то нормально там пробивать своих соперников, но когда вы встретитесь с восьмерками, ну, дальше вам, в принципе, делать против них нечего. Поэтому в оборудовании, скорее всего, большинство будут ставить себе калиброванные снаряды для того, чтобы добавить себе хотя бы 8 миллиметров пробития на основном снаряде. И при этом всем я не могу сказать, что ТТХ по орудию в отношении времени перезарядки существенно изменяются. Становится 3,9, ну, грубо говоря, там 4 секунды неполных. Что тоже довольно-таки приятный показатель по КД. В отношении подвижности здесь целых 70 километров вперед и 24 назад. Что еще бодрее, чем у АМХ, но если сравнивать именно в игре, насколько это ощущается, то большой разницы вы не почувствуете. Будете носиться как на одной семерке, так и на другой, как у горелой по всей карте. И опять-таки на М41Д ни в коем случае нельзя стоять на месте, но в то же время иногда, ребят, он даже танкует. Есть приведенка по башне, это очень приятно. Спереди, понятное дело, машина пробивается. Но как М41Д, так и АМХ 1357 вполне себе мелких размеров. Поэтому выцеливать бегущего АМХа или М41Д через полкарты, а уж тем более через всю карту, занятие крайне неблагодарное. И ПТ-хи просто за вами, как правило, не успевают. Ну, только умелые ПТ-воды будут давать правильное упреждение. Ну и, соответственно, будут заранее делать выстрел, упреждая ваши движения и только таким образом пытаясь в вас попасть. Ну и в отношении короля в этом наборе, в отношении ЛИК-ПЗ М41-90, могу сказать следующее. Он очень похож по геймплею на М41Д. Они даже внешне очень похожи. Только здесь у нас, ребят, семерка, а здесь восьмерка. И если говорить откровенно, то на М41Д на своем седьмом уровне играть гораздо комфортнее, нежели на ЛИК-ПЗ на его восьмом уровне. По ТТХ танк довольно-таки неплохой. По подвижности все очень классно. 72 километра вперед и 24 назад. И при этом всем приятное бодрое орудие с временем сведения меньше трех секунд. Разброс тоже приемлемо приятный. По ДПМ-у, понятное дело, не так высоки цифры, как хотелось бы. И здесь обратите внимание, что у того же М41Д на 400 единиц выше ДПМ. И там его реализовать проще на седьмом уровне. При этом всем время перезарядки у нас составляет уже 0,06 и 0,15. Ну и, соответственно, на 2 секунды больше, нежели с калиброванными снарядами у М41, с которым, в принципе, можно справнивать машины. Но это не совсем справедливо, потому что все-таки сравниваем восьмерку и семерку разноуровневые машины. Стоит также отметить, что в оборудовании изначально у меня, как вы видите, стоят калиброванные снаряды, что повышает уровень пробития на 15 миллиметров. И все равно не является нормальным для того, чтобы играть против восьмерок. Менее 200 миллиметров пробития это очень тяжело, играя против восьмерок. А если, не дай бог, закинет вас к девяткам, ну тогда вам совсем делать с ними нечего. В отношении урона 240 единиц за выстрел при перезарядке в 6 секунд это классный показатель. И действительно очень играбельный. А в отношении угла склонения орудия вниз могу только поблагодарить разработчиков за минус 8, потому что на нем действительно удобно играть на всякого рода неровности. В общем, подбивая итоги, по ценнику в целом, ребят, вам необходимо определиться с, в принципе, несколькими моментами, которые существенно влияют на принятие решения. Первое. Любите ли вы играть на легких танках? Второе. Способны ли вы реализовать быстрые легкие танки, скорострельные, но при этом с не очень высоким уровнем пробития и не очень высокой альфой? Третье. Что вам нужно? Вам необходимо 3 машины в ангар или вы все-таки не любитель легких танков и вам нужен один хороший тяж или одна хорошая ПТ-ха или, возможно, набор, в котором будет, ну, не знаю, та же самая акула или что-то подобное на своем 8 уровне, и при этом всем, ребят, вы хотите еще что-то получить в нагрузку. Довольно часто бывают такие наборы, в которых можно за 12,5 тысяч взять себе, допустим, Т-77 с еще какой-нибудь восьмеркой иногда, ну или годной семеркой. Поэтому определитесь самостоятельно, что для вас интересней, ну и, соответственно, от этого отталкивайтесь, а не просто от усредненной стоимости танков, которые положили в набор. Для того, чтобы облегчить ваш выбор, я положил вам ссылочки в описании с обзором на эти машины. Посмотрите, какая тачка вас заинтересовала, ну и, соответственно, это поможет вам принять взвешенное грамотное решение, стоит ли тратить свою кровную голду. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, ну а вам рекомендую подписаться на канал, потому что здесь всегда свежие видео и они всегда актуальны. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.